всем приветики как же здорово просыпаться и высыпаться одновременно сегодня 23 сентября я еще до сих пор нахожусь в отпуске на работу мне что кузнечик 27 числа муж у меня сегодня вышел первый день на работу с обеда и до 10 вечера я тут попиваю кофеин наблюдая за свинюхами у нас внизу целое утро сверлят соседи на втором этаже делают ремонт видимо что-то с канализация связано и представляете забыла рассказать когда мы были в отпуске звонит нам сосед с первого этажа многие знают что мы заливали соседи кипятком живем и до третьем заливали 2 и первый этаж и значит звонит я уже вижу кто мне звонит это адвокат и главное так он спокойно таким тоном спокойным говорит здравствуйте у вас все в порядке я веду нас все в порядке говорят что случилось горим и в отпуске то вот вы знаете у меня снова в туалете вода с потолка капает я удивляюсь ему спокойствию это вообще что-то с чем-то постоянно до этого мы общались ровно спокойно все с расстановкой я бы там наверно там кипиш подняла что у вас там такой быстро-быстро все начала говорить нет он тихонечко и в итоге он неправильно набрал номер он хотел набрать на второй этаж а набрал на третий но я же переживаю думаю мало ли вдруг от нас бежит может быть опять мы вторую заливаем и опять мы первый заливаем но он извинился положил трубку мы с коля сидим там думаем что у нас происходит мы не мы и такой молодец дозвонился на второй этаж выяснил что течет с них представляете слесари меняли трубы сняли кусок трубы и пошли в подвал открыли воду что-то что-то вот в таком духе в итоге опять залили этого бедного адвоката андрея по-моему так зовут так пока болтаю кофеок станет ой люблю кофе когда он горячий и он тут же выяснил ситуацию перезвонил мне обратно сказал что это не мы заливаем мы успокоились так что спасибо ему хоть у нас закипишовал немножечко но и в то же время нас успокоил но сейчас я буду собираться и поеду в свою полочку аренда у меня закончилась еще 12 числа но я предупредила татьяночку что я вовремя не появлюсь я знала что мы приедем 17 я знала что я не приеду в тот же день потому что и питомцы и то да сё он рассказал ничего страшного как приеду так и приеду что такое делиться надо с младшими братьями опять на себя что-то понавешал понавешал как лошадь сейчас у меня пнул задней лапой что ж такое что за сферу ладно буду собираться покажу вам что на улице а на улице обычная мурманская осень она у нас это дождливая сырая холодная на градусники плюс 2 но теплее не будет наверное будет самое теплое плюс 5 плюс 6 ну и потихоньку на понижение температуры а потом выпадет снежок машина вся запотевшая сыра буду сидеть отпотевать и забыла в машине вот этого утенка когда мы были с дунякой в ленте я снимала это купила этого утенка за 99 рублей и не чуточки не жалею эти каком бы купальнике стоил он 526 или 527 рублей это со скидкой видимо все удачный сезон закончился утенок обалденный у меня есть такие фигурки разные черепашки енотика свиночки и вот этот утенок пойдет в мою коллекцию питомцев а еще звонила танюшка с краснополе с воронежской области наш общий знакомый с мурманской был у них гостя с женой она сказала что передала с ним гостинчик и он почему-то не может дозвониться до коле я позвонила коле сказала чтобы он перезвонил саньку так что мы с гостинчиком завтра наверно он заберет потому что коль выходной а санек собирается скоро ехать на рыбалку поэтому надо поспешить нашла у себя в машине средства от запотевания стекол но для того чтобы пшикать это все должно быть чистым и сухим ну что же сейчас натру сухой тряпкой и напшикаю все готово шеф можно ехать за ходу идет снег с дождем вам не видно на плотки летят это сто процентов а может быть и вам будет видно дворники прочистят прям сильно что-то с неба сыпется но это неудивительно абсолютно вот сейчас стоим на светофоре а по моему видно снежок и не завидуйте если у вас его нету у нас он есть куда поехал на красный ты взял пролетел потом притормозил жили мне сегодня повезло и нашла место прям возле моисея но вы только посмотрите это что запас на электричество это вот огоньки типа новогодних намотаны на дереве а это куда это все втыкается гляньте идет дождь сырость оттуда влага попадает и потом когда это воткнут в это может замкнуть и там тоже провода валяются ну короче жесть в этом занимаетесь а потом я льву мы тежим а вы все ясно занимаетесь чай пьете цветы шикарные конечно 1 сентября может кто-то захочет вместо ну на подарок да а день учителя с последнее воскресенье да и сколько такой букет ну отлично красиво на под тем живые цветы они засохнут а этот поставим красиво да 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 а это а это один здоровый это типа хризантема большая наверно да у меня сбоку смотрят а как будто эти тюльпанчики ага куклу не купили то еще петух какой-то появился а он наверху стоял а я его не разложусь посмотрю мне муж кричит что это курица я же купила одного такого петуха да на подарок или себе у меня в спальне стоит ладно сейчас закончим разгляжу петуха у меня хотел хоть петь а слушай ну полторы тысячи нормальная цена для этого интерьерная да да она же эти ноги каменные у него видишь а слушай да он же стоят изоленки там это никто не берет да подожди денег нет и возьми а игрушек она забрала или распродались она кое-что забрала вот сегодня я этот самый прикольные были которые эти мышки такие я все продала собачки мышки я начата последнее время не приносит люди в новом году вот эти большие и все если меня вот тут у меня уже мартышка была она уценила они были за 500 рублей в часа триста пятьдесят я на того зайца что на 1300 но и так сразу видно что зазвела да я его ложу так бочку и моську видно и все не его так хотя бы видно на и зайчик прикольно чудо не недорого здорово я считаю что это это книжка сколько у 100 тысяча триста пятьдесят я лучше вот этого за не за из прикольно на нее крысенышей было вы были такие прямо в крысеныш не праве продала я все над крысенышей это хорошо это метро начинать вязать к новому году потому что они уйдут магнитики все по подарила которую тебя тут покупала перед отъездом в крыму какие красивые сейчас мне не надо отпуск ехать вот северно-северно я им сначала тарелки принесите большие тарелки чашки принесите магнитики шикарно я уже еду назад посмотрите что на улице небо практически чистое как будто не было снега с дождем вылезло солнышко и это есть мурманск здесь такое часто происходит это лада как-то странно ехала сейчас включила камеру зас понаблюдаем то поворот направо включи то налево то в один ряд то в другой ряд машин нету не там не там не тут не здесь не там чего туда-сюда ныркать поехали еще тормозим не какой-то он странный этот водитель или водительница еще на тормозах ехать налево нам по пути танюшка кстати уже говорила продавец настолько приятный человек настолько с ней легко общаться и пока я что-то раскладывание она все порассказывает ля-ля-ля траля-ля и все свои новости я ее знаю не так уж давно но такое чувство что мы вообще очень-очень давно знакомая что тут поворот показывать было туда-сюда едем по прямой но тут чё не показал тоже знак стоит на дороге маленькую ямку тот не ушарахается сейчас там больше по моему ямки должны быть так тебе на поворот поезжай сзади товарищ всю дорогу пытался обогнать все машины добрался до меня сейчас обгонит меня мы будем за ним стоять зачем обгонять и тормозить так дело не пойдет и вот я приехала во двор и что же снова здорово пока парковалась дождя не было припарковалась заглушила двигатель сразу пошел дождь это специально чтобы лена мокрая бежала до подъезда а я решила посушить зверям на зиму перчиков и кабачела сушилка мы с дуняшкой купили сюда моего отпуска вот у меня приготовлен перчик кабачки еще хватит на несколько рядов и хочу испытать все это дело посмотрим что получится а то такая полезная вещь у меня простаивает все я заполнила и даже осталось местечко посушить рябинки для шушки